Тургаяк не подвел. Только хорошая погода и попутный ветер сопровождали участников матч-рейса Кубок Андрея Подучина. Открытый чемпионат России завершился. Победители названы. О том, что интересного было в этом году, в сюжете нашего корреспондента. Шампанский победитель! Тург, Омск и Миас. Победители поделились секретами успеха. Как получается, как совпадает судьба, как ветер, как то и все. Нам повезло, мы старались, боролись. Вячеслав, что скажешь? Мы долго, усиленно тренировались, проводили споры. У нас победы, да, и выкладываться нужно все 100%, бороться с эмоциями. Вот, и все будет хорошо, оставаться человеком всегда, в любой ситуации. Ребята не первый год выступают и побеждают на Кубке Андрея Подучина. Но этот год им запомнился особо. Честно, этот год был самый интересный. Гонки были непредсказуемые и очень завораживающие, я бы сказал. Неожиданно, как бы, хочется выделить экипаж из Саратова. Девочки молодые очень хорошо выступают, как бы, и растет достойная смена. Вот, поэтому очень было интересно гоняться и всем участникам. Спасибо. Второе место досталось экипажу Владислава Абрамова. Ребята приехали аж из Владивостока. Ну и, наконец, почетное третье место за очаровательными девушками, представлявшими на гонках город МИАС. Экипаж Екатерины Ананины до последнего боролся с ветром и волнением, но победа вновь ускользнула от них. И участники, и судейская бригада очень радовались погоде, которая, вопреки прогнозу, была замечательной для проведения гонок. Для нас было неожиданно то, что мы знали прогноз. Прогноз был неблагоприятный, то есть, как бы, мы не рассчитывали на то, что мы вообще сумеем что-то провести. Но, тем не менее, каждый день мы ухитрялись провести гонки, вырвать эти кусочки, когда хоть немножко дул ветер. И в результате, как бы, мы выиграли у ветра эту схватку и провели полный формат. То есть, все запланированные матчи мы провели, а сегодня еще и, как бы, у нас были, так скажем, эти шоу-гонки, фан-гонки. То есть, у нас еще все участники вышли одновременно и на лодке посадили вип-гостей, родителей и провели еще одну, так скажем, потешную гонку для того, чтобы все получили удовольствие. Мяская регата завершилась. И впереди у победителей важное соревнование. Кубок Андрея Подучина был отборочным этапом на чемпионат Европы, который пройдет в Португалии в конце сентября. Экипаж Владислава Мартынова на данный момент занимал лишь восьмое место, но ребята не отчаиваются и верят только в победу.